В 2016 году приказом министра МЧС Владимира Андреевича Пучкова был учрежден первый конкурс творческих работ «Искусство» на службе спасения. В прошлом году на конкурс мы рассматривали, было представлено около 500 участников. В финал вышли 218 человек. Цель нашего конкурса – это совершенствование системы культурно-нравственного воспитания личного состава МЧС России. Лучших из лучших мы будем представлять на международные конкурсы кино, театра, музыки, живописи, литературы. В нашем конкурсе пять номинаций – театр, видеосюжеты, кино, литература, поэзия, проза, публицистика, музыка, оркестры, и вокал, и фольклор, все, что делается в области культуры музыкальной, и изобразительное, и прикладное искусство. Конкурс наш проводится в два этапа. Первый должен был закончиться 15 сентября на местах, где управление должны были сами создать конкурсные комиссии, жюри, оценить творческий потенциал в каждой из этих номинаций и прислать к нам с 15-го, мы уже ожидаем заявки, до трех претендентов в каждой номинации. Я бы очень хотел попросить всех руководителей главных управлений, региональных управлений МЧС России обратить внимание на то, что отбор лучших конкурсных работ должен окончиться 15 октября, и компетентные жюри в Москве, в Институте культуры МЧС России, должны подвести итоги. 12 декабря 2017 года в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя будет торжественное вручение призов в золотой витязь МЧС России по конкурсу «Искусство на службе спасения». Времени осталось очень мало. Хочется отметить то, что в прошлом году особенно проявились, как всегда, Москва, Татарстан, Забайкалье, Иркутск, Калужская, Орловская, Брянская области, Южный региональный отряд и Дагестанский отряд. Саха-Якутия тоже проявила очень большой интерес. Я обращаюсь ко всем вам, дорогие коллеги, с просьбой активизировать на местах вашу работу и ожидаем вас в течение двух-трех недель максимально присылку в Москву, в Институт культуры МЧС России, работы, которые вы считаете самыми лучшими. С Богом, дорогие друзья, до встречи в Москве. С Богом, дорогие друзья, до встречи в Москве.